Урбан. Программа о городских проектах. Урбан. Программа о городских проектах. Урбан. Программа о городских проектах. И отсутствие прогулочных зон. По-прежнему лидирует вариант ям. 61%. На 10% меньше людей раздражают лужи, которые не обойти, не объехать. И на третьем месте 33% отсутствие прогулочных зон. Ну а дальше, если интересно, идет грязный воздух. 22% провода, закрывающие вид на небо, архитектуру. 13%. Но я, кстати, думала, что будет меньше. Потому что меня, как человека, который увлекается фотографией, это ужасно выводит. У меня начинают дергаться все глаза, уши. Не знаю, все на свете. На последнем месте... Из-за чего? Подожди. Из-за того, что провода... А, провода. То есть ты захотел сфотографировать какое-то красивое здание. И птицы гибнут. И там все вот эти троллейбусные, да все вот эти сети. На последнем месте не работающие ночью фонари. Видимо, проблема не настолько острая. Либо по сравнению с остальными не так. Да. С дыребром. Да. 211-101 номер телефона прямого эфира. Но прежде чем мы будем задавать вопросы от источника, мы ждем ваши, конечно, звонки. Я хотела бы обсудить с Ильей Вячеславовичем историю, которую уже обсуждала вчера с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Эта история вынесена с урбанистического форума. Там Путин заявил, в Московском урбанистического форуме, он заявил, что, во-первых, мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразить наши малые и большие города. Но второе, для этого предлагают подумать над тем, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных, лучших условий для жизни людей, предусмотреть здесь стимулы для эффективных управленческих команд, стимулы для эффективных управленческих команд и, конечно, четкие стандарты, критерии качества работы. Вот, как вы воспринимаете это послание Путина? Вот конкретно это, Илья Вячеславович? Будет конкуренция региональных и муниципальных властей и стимулы для эффективных управленческих команд. Что он имеет в виду? Какой сигнал управленческим командам посылает? Это сигнал, что надо поработать, наконец, уже. Поработать и подумать о том, чтобы все-таки власть, она не сама по себе живет, а власть это, источник власти это народ. И все решения во власти должны улучшать качество жизни народа, прежде всего. Поэтому, я думаю, здесь послание максимально прикладное. То есть, ребята, давайте засучиваем рукава и спокойно работаем. Работаем, вспоминаем, что мы работаем для людей, и результат должен быть в очень конкретных вещах. Если улучшение городской среды, то будьте добры, положите тротуары, создайте там прогулочные зоны, фонтаны, займитесь озеленением, сделайте всю зону пребывания человека безопасной. То есть, тут очень простые все вещи, и, в принципе, все вот эти форумы урбанистические, они за последние десятилетия, наверное, они же все об одном. Чтобы человеку было максимально удобно, комфортно, безопасно. Это да, но мне показалось, что здесь Владимир Владимирович говорит, поскольку есть конкурс, соревнования, конкуренция и стимулы для эффективных, значит, будет и наказание для неэффективных. А может быть, просто комфортно будет не у всех, а только у тех, кто самый активный? Не знаю. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что будут все-таки приниматься какие-то управленческие решения, если люди не соответствуют новым требованиям. Ну, этот процесс мы наблюдаем довольно давно. Мы это видим все в телевизоре. То есть, тут, в принципе, это процесс, который давно уже понятен. И я могу, может быть, какую-то такую банальную вещь сказать, но любой эффективный менеджер – это очень скучный человек в костюме, который каждый день вовремя ходит на работу. Все. То есть, наша ежедневная работа заключается в том, что мы ходим на работу, создаем какие-то вещи, а в результате получаются совершенно невероятные какие-то результаты, которые должны обязательно быть. То есть, я уверен, что через 3 года, через 5 лет мы, оглядываясь назад, свой город и не узнаем. То есть, многое можно и нужно сделать. У нас есть телефонный звонок 211-101. Предупреждаю, у нас программа «Урбан», поэтому мы принимаем конструктивные предложения и правильно оформленный вопрос. Пожалуйста, удерживайтесь и сдерживайте себя от всякого негатива. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Меня зовут Евгений. Я бывший монтажник Ростелекома. На самом деле, главный геморрой в моей работе была именно работа в новых микрорайонах города Кирова. То есть, они строились и до сих пор строятся без всякого учета требований провайдов, операторов и так далее. То есть, мы в Ростелекоме делаем как? Мы договариваемся со строителями о том, что они выкапывают кабельную канализацию к дому, а мы ее потом выкупаем у них. И совершенно было невозможно с ними договориться. То есть, речь идет о 15 тысячах рублях, но они при этом не готовы эти деньги вложить. Ваше предложение, Евгений. Предложение. Мое предложение. У меня вопрос к Илье. Давайте. Понятно, что у нас, ну, понятно, что новая власть сошлется на старую, что эти старые, ну, всякие вот эти новые микрорайоны начали... Вы за новую власть не отвечаете. Вопрос задавайте, Илья Вячеславович. Да, а что новое будет делать власть вот с этим? У нас же там ни под рестораны нормальных помещений нет в новых микрорайонах, ни под школы... Подождите, я ничего не поняла. То вы про оптоволоконную связь, то про рестораны и школы. Определитесь как-то. Ну, про оптоволоконную связь, Кутки. Сейчас Росселеком и другие провайдеры кидают там по воздуху просто потому, что не прокопана в свое время была кабельная канализация. Что собирается предпринимать? Все, спасибо. Вот давайте так, еще раз, значит, вот хороший пример был. Долгая-долгая речь, путанные мысли. Давайте конкретно. Узкий вопрос, у нас мало времени. Итак, оптоволоконная связь, которую кидают сейчас по воздуху, а мы заговорили про чистое небо. Что сейчас... Да, спасибо, Евгения, до свидания. Чистое небо. А что... Как вы на это смотрите? Что с этим делать? Можно секундочку я для слушателей ВКонтакте озвучу? Просто это был работник Ростелекома, который пожаловался на то, что в новых микрорайонах не предусмотрены вот эти вот кабельные канализации, он их назвал, для оптоволокна. И его кидают по воздуху, это для контакта, да, пожалуйста. Ну, вообще вот любой город, где очень много воздушных линий, он выглядит неопрятно. И общая тенденция мировой лучшей практики, это давно уже все это канализовано, совершенно верно, это кабельная канализация. Я вот как раз об этом говорил в первом часе, что когда мы приступим, наконец, к прокладке линиевой канализации, то мы решим сразу очень много вопросов, в том числе по поводу кабельной канализации. То есть мы сможем многие вещи увезти под землю, и силовые кабеля, и оптоволокна, и все, что необходимо. Это можно сделать очень удобно для обслуживания, создать соответствующие колодцы, то есть это все готовые решения, там не надо ничего придумывать. То есть эти работы пойдут параллельно? Конечно, конечно, я это имел в виду. Что касается новых микрорайонов, ну, есть, например, в рамках той же горы электросети, которая сегодня у нас объединяется с Кировсветом, эта работа, она плановая, то есть и в центре города, и в новых микрорайонах мы полномерно, это очень большие деньги, поэтому не скажу, что мы это сделаем за год или за два, но программа укладки различных коммуникаций под землю, она существует, и мы это делаем. Другой вопрос, что, к сожалению, различные строители, которые ведут работы, в том числе на улице, там, ну, даже элементарно, вот, создают нестационарные торговые объекты, начинают совершенно бездумно ковырять землю, и мы имеем то, что имеем, постоянно у нас аварийное отключение в различных микрорайонах, именно из-за таких вот безумных копателей. Программа «Чистое небо» начнет потихоньку у нас реализовываться, да, вот каким-то моментом? Конечно, конечно, она уже идет без каких-то деклараций, и вот если говорить о том, что раздражает, например, еще и слабо подсвеченный или, наоборот, слишком ярко подсвеченный город, ну, разные ситуации по городу, в целом у нас город довольно такой тусклый, то я могу сказать, что в этом году мы, я надеюсь, реализуем до конца года, либо вот в девятнадцатом году точно это все закончим, мы переходим на энергосервисные контакты, которые позволят нам фактически по всему городу заменить освещение. Что на что будет меняться? Натриевые лампы, которые сегодня, вот мы к ним, наверное, уже привыкли, это такой тускловатый оранжевый свет по всему городу, то это освещение мы будем менять на светодиод, на белый свет, который более контрастный и позволяет, ну, дорожную ситуацию совершенно по-другому воспринимать. Вот такие планы у нас, например, в этом году есть. Прерываемся на полминуты и начнем задавать вопросы из нашей группы ВКонтакте и вопросы, которые нам прислали читатели первоисточника, и будем принимать ваши звонки по телефону 211-101. Урбан. Программа о городских проектах. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова в программе Урбан. Принимаем телефонный звонок 211-101. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, коротко и ясно, задавайте свой вопрос. Как вас зовут, значит, Сергей Васильевич? В 2017 году построен участок дороги Луганская. Это от Упита до Леруа-Мерлен. Значит, территорию, это рядом с дорогой захламили, вывезли грунт, асфальт и не спланировали. Я думаю, надо принимать дорогу комплексно, значит, чтобы прилегающая территория была не захлеблена, а тоже спланирована. А потом, значит, участок Упита, тут 300 метров. Яма на яме. Сейчас уже ямы глубиной до 30 сантиметров и 2 метра. Значит, мы одно делаем вновь, другое разбиваем до неуздаваемости. Должно делать все в комплекте. Спасибо, Сергей Васильевич. Илья Вячеславович, ваше мнение? Трудно не согласиться. Надо делать все в комплексе. Но вот мы видим, что второй год уже программа БКД действует. И, в принципе, если на входе в программу у нас 12,5% наших улиц, всего-навсего соответствовало нормативу, то в прошлом году мы закончили с показателем 32%, и в этом году выход на 52%. Соответственно, нормативу. Поэтому вот эти участки я сейчас записал. Мы в ДДХ, это понятно, сразу поручение будет разобраться, что можно сделать ямочным ремонтом, либо ремонтом картами. А то, о чем наш служитель сказал, что нужно комплексно, мы так и делаем. Потому что у нас из года в год составляются определенные участки улиц, которые входят в программу БКД. Они попадают туда не хаотично. Не потому что так кому-то захотелось. А существует определенная система. Бальная, которая подразумевает много критериев. И вот именно комплексно мы сейчас все дороги в городе закрываем ремонтами. Потому что там самые проездные, самые такие нагруженные участки в первую очередь ремонтируются. И я думаю, что за пять лет мы как раз весь город и приведем в порядок. Вопрос от слушателя и от читателя первоисточника. У входа в Кочеровский парк со стороны улицы Екатерины Кочкиной растет огромный борщевик. Здесь же стоят скамейки, бегают дети. А если они в эти заросли за мячиком побегут, нужно срочно его выкосить. Кировчанка пишет. Борщевик у входа в Кочеровский парк. У входа в Кочеровский парк борщевик уберем. На карандаш взял Ильич Славич. Даст распоряжение, пожалуйста. Моя очередь. Я начну озвучивать вопросы, которые поступают в ходе трансляции ВКонтакте. ЖД-переезд в Нововятск будет ли отремонтирован в рамках капитального ремонта улицы Советской? Я так понимаю, готовится какой-то капитальный ремонт улицы Советской? О чем слушатель наш? Железнодорожный переезд на Нововятск. Это самая большая больная. Понятно, что там все по нему ездим и все, как говорится, содрогаемся. Но ремонтировать будем. У нас буквально вчера была по этому поводу на координационном совещании у ГФИ, у Климова. Владимир Владимировича этот вопрос поднимался, поднимал его как раз глава РЖД по Кирову, по нашему участку. И, в принципе, Сергею Георгиевичу мы этот вопрос держим на контроле и ремонтировать будем. У меня только сейчас вопрос. В этом году это будет или в следующем? Ближайший, получается, один-два года он будет отремонтирован. Следующий вопрос от читателей первоисточника. У самолета на Филейке все лето не выкашивали траву и не убирали мусор. Ливневки не работают во время дождя, и это называется арт-объект. С восклицательным знаком. Пост возмущения. Мы тоже обратим внимание, потому что, в принципе, сейчас посмотрим, чья зона ответственности. Потому что у нас, к сожалению, вот в этом году управляющие компании совершенно не обращают внимания на покос травы, и весь город зарос. Локально мы, как говорится, обращаемся, вопрос решаем, но в целом могу сказать, что системно у нас этот вопрос, к сожалению, упущен. А тут недавно пресс-служба ваша писала, что чуть ли не в круглосуточном режиме косят, косят, косят траву в городе. Понимаете, это вот то, о чем я говорю, в ручном режиме. То есть мы видим, инспекторы ходят, выписывают предписания, парки все заросли. Вот буквально недавно выкосили Гагаинский парк после жесткого уведомления тем, кто должен этим заниматься. К сожалению, вот то, что мы обсуждали в первом часе, выбор подрядчиков, исходя из цены, заключаются контакты с падением 50-70%, потом эти компании просто не выходят на работу. Это вот, ну, тоже на это мы уже обратили внимание, что подход к подрядчикам должен быть совершенно внятный. То есть это должны быть крупные подрядчики, с которыми можно работать, у которых есть коллективы и необходимое оборудование. Потому что вот ситуация в этом году, она совершенно выпиющая. И приходится вот в ручном режиме весь город следить, чтобы косили. Ну вот сейчас обратим внимание еще на Филики, вот на этот памятник. 211-101, номер телефона прямого эфира. У вас есть возможность задать вопрос Илье Шульгину, главе администрации города Кирова. Еще один вопрос из контакта. Нашли миллион на фан-зону, миллион на рубанистический форум. Почему не ищут миллионы на убитые тротуары? Ну, я немного от себя еще добавлю. Понятно, что миллионы на убитые тротуары и миллион на фан-зону несколько разные вещи. Но вот... Давай мы его как-то, этот вопрос переформулируем, потому что мы по тротуарам все сказали в прошлой программе Урбан. И про деньги тоже. Я именно к этому и клоню, что тротуары немного, может быть, мы отставим. Но у нас, например, в редакции другая, более сердечная приказная изба. То есть там ведь речь не идет о миллиардах, о каких-то очень больших миллионах. Это вот 3-4 миллиона, один из старейших объектов в городе. Ты за что волнуешься, скажи, по поводу приказной избы? За приказную избу, что мы не можем найти деньги на ее ремонт. Что с ней сейчас происходит? Оттуда съехал музей, она закрыта. Что с ней будет дальше, вас волнует? Что ее перестроят, разрушат, плиткой обложат? Все. Все вместе. С керамогранитом. Что вы думаете? Что у нее появится собственник, который действительно делает ее сайдингом? Ты знаешь, что мне жалко? Конечно, приказная изба, вот так, как она выглядит, вот с этими крышами. Вот если бы она была отреставрирована с крышей, деревяшечками покрыта, вот это вот, а не профнастилом, который могут там заслать. То есть, конечно, она там, мне кажется, она там на месте, ее бы надо поднять. И я согласна с вашим волнением, что непонятно, какая ее ожидает судьба, как бы она в новодел не превратилась. Ну, давай послушаем, что власти по этому повод думают. Ну, давайте я вот с самого начала начну. Во-первых, по тротуарам и вот этот миллион на фан-зону и так далее. Ну, нужно понимать, что в бюджете вообще есть разные статьи. И когда пришел запрос на фан-зону создания, мы быстро это все решили откликнуть, потому что просто, ну, так скажем, пересмотрели план по культурно-массовым мероприятиям. И опыт показал, что это действительно было. Во-первых, на это был запрос, которого до начала чемпионата вообще, честно говоря, в Кирове не было. Поэтому, собственно, фан-зону это и не планировалось. Здесь, благодаря успешной игре нашей команды, запрос сформировался. Мы на него быстро отреагировали, найдя на это средство. Что касается тротуаров, то на это средство выделены в этом году. Они будут выделяться в последующие годы. И этот процесс будет только и типа нарастающий, потому что, ну, состояние тротуаров упивающие совершенно. И откликаться от этого мы не будем. Это будет делаться из года в год. И в этом году будет сделано уже немало. Что касается приказной избы, ну, во-первых, это областной объект. И, учитывая его, ну, так скажем, незавидное состояние, в принципе, сегодня вот мы разговариваем с Миннымуществом о том, чтобы, может быть, этот объект передать нам, чтобы мы его, ну, как-то в хорошее состояние привели. Потому что, на самом деле, дом очень симпатичный. И цвет замечательный нужно там все подновить, потому что задняя стенка у него из-за влаги разрушается. То есть это, на самом деле, там не нужно каких-то великих денег. Это нужно просто банально привести в порядок. И на месте она там. Ну, а начать нужно вот с простых вещей. Кровля, стены, отмотка. Там нет ничего такого, что нельзя было бы сделать, причем за относительно небольшие деньги. Поэтому этот вопрос, он, так скажем, понятен. Он, могу сказать, что на контроле. Поэтому вот в ближайшее время либо область за него возьмется, либо нам передадут, и мы его сделаем. Ну, в любом случае, это будет восстановлено. И никакого там терамогранита, никакого там профназдела не предполагается. 211-101, номер телефона прямого эфира. Принимаем звонок слушателя. Добрый день. Представьтесь и задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Да. Алло. Да, добрый день. Представляйтесь. Меня зовут Валерий Михайлович. У меня один-единственный вопрос. Когда уберут с улиц города автобусы типа Пазик, потому что они настолько загрязняют и атмосферу, и прочее. И остановочные павильоны сделали, но под ними находиться невозможно, не укроешься от дождя. Спасибо. Да, все очень четко. Когда уберут автобусы типа Пазик и неуютные остановочные павильоны. Такие остановочные павильоны, как сказал нас слушатель, под которыми невозможно укрыться от дождя. Вопрос понятный. У нас на территории города более 500 остановочных павильонов. И сегодня можно видеть, что заинтересованные, так скажем, застройщики, ну, в общем, заинтересованные организации города ставят современные, хорошие павильоны. В Метрограде отличные. В Метрограде, вот у нас возле Малахита хорошая остановка. То есть это такая вот тенденция, как они должны выглядеть, эти остановки. То есть на сегодняшний день мы рассматриваем варианты, как вообще поправить в этой части наш город. Потому что то, что мы видим, ну, так скажем, из советского прошлого, оно уже крашено непонятной краской. Синий, зеленый, там много слоев. Это все выглядит ужасно завешано разными объявлениями. Это все понятно, что будем менять. И есть в городе программа «Умная остановка». Но на сегодняшний день могу сказать, что есть определенные, так скажем, вопросы и к этой ситуации с «Умной остановкой». Потому что те деньги, которые там закладываются, на эти деньги можно сделать гораздо больше. Мы просто сейчас хотим повысить эффективность применения этих денег. Что касается чаящих пазиков, этот вопрос тоже на контроле в администрации. Есть списки этих автобусов, от которых мы рекомендуем сейчас пока, так скажем, в добровольном порядке подрядчиков отказаться, которые ездят на наших маршрутах. У АТП таких автобусов-пазиков своих нет. И могу сказать следующее, что сегодня, так скажем, пряткую завесу небольшой тайны, ведутся переговоры с поставщиками автобусов, с различными. И могу сказать, что уже с августа горожане могут увидеть на улицах нашего города совершенно новые автобусы. А топливо, которым они будут заправляться? Два варианта рассматриваются. Это, во-первых, дизельное топливо, это автобусы стандарта Евро-5. Это те автобусы, которые за собой, ну, фактически не оставляют никакого шлейфа. Вот ни дыма, ни горя вообще, в принципе, это, ну, вот можно, скажем, это такой хороший европейский опыт. Потому что автобусы, которые в городе, фактически не наносят вреда. И второй вариант – это газомоторные автобусы. Просто они не настолько, так скажем, эффективны с точки зрения денег. Но в любом случае нам и газомоторные автобусы необходимо будет закупать. Потому что, во-первых, есть договоренности с Газпромом. Они недавно, буквально в прошлом году, построили совершенно замечательную заправку возле АТП на улице металлистов. И самые современные требования, которые только можно предъявить к этому объекту, они все выполнены. Поэтому здесь у нас вот по двум направлениям будет развиваться дизельный транспорт самых высоких стандартов. Ну, на сегодня это Евро-5, Евро-6. Ну, вот автобусы мы рассматриваем к покупке Евро-5. И газомоторные автобусы. Это вот те мазы, о которых в Казани речь у вас шла с представителями завода? Или же что-то другое? Нет, нет, это именно эти мазы. И я думаю, что вот на будущей неделе уже можно будет какие-то вещи озвучить, уже более конкретные. Сегодня идет проработка вопроса, чтобы город наполнить новыми автобусами и выдавить с рынка те чудовищные пазики, которые кроме раздражения ничего не вызывают. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама и будем снова принимать звонки. По телефону 211-101 у нас в студии Илья Шульгин, глава города Кирова. Продолжаем программу Урбана. Здесь в студии Дарья Топузеева и Светлана Занько. У нас сегодня в гостях Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. И мы просим Илью Вячеславовича прокомментировать события, которые прямо сейчас происходят. А прямо сейчас горит второй этаж, может быть, даже уже и третий дома на улице Ленина, чтобы вас сориентировать. Это дом, который, четырехэтажный дом, который находится прямо со зданием бывшего главного здания пединститута. Красивые такие, ну как сказать красивые, но, мой взгляд, составляющие хороший ансамбль. Четырехэтажные здания давно были заколочены. И мы давно ожидали, что случится какой-то страшный инцидент. И было бы, конечно, очень жаль, но у города, возможно, на эти дома свои планы. Потому что вот каждый раз, когда что-то сжигается, ощущение, что сейчас это все сгорит, снесут и построят высотку здесь. Ну что-нибудь такое. Или торговый центр очередной построит. Я Илье Вячеславовичу фотографии с пожара показала в перерыве. И мы хотим, чтобы вы прокомментировали, что здесь ожидается на этом месте, в каком состоянии эти здания, что вы о них знаете. Я могу сказать, что здание, о котором идет речь на Ленина, которое, к сожалению, горит, это здание муниципальное. И там не предполагается его сноса. Предполагается его, он выставлен на продажу, насколько я помню. И есть интересанты на это здание, инвесторы, которые должны произвести реконструкцию этого здания. То есть внешний вид, внешний облик здания не поменяется. Ну, понятно, он будет новый, там окна, фасады, ну, все как положено. То есть необходимо восстановить вот в том виде, в котором он сегодня законсервирован. Ну, понятно, это будет новое здание, это будет хорошее благоустройство вокруг здания, на том участке, на котором он стоит. Плюс к этому он там, ну, в общем, не предполагается его сноса, не предполагается, утрата этого здания предполагается его реконструкция. А то, что горит оно сейчас, нет ли здесь все-таки у нас всегда ощущение, что вот сейчас интересанты, я не знаю, кто они, поэтому можно так сказать, поджигают, чтобы потом сказать, ой, вы знаете, тут уже вообще ничего сделать невозможно, проще снести и построить вот что, торговый центр. Проще построить ровно такое же здание, фотография есть, чертеж на него есть в архивах, вот такое и никакое другое. Все, точка здесь, спасибо, возьмем в новости обязательно этот комментарий. У нас есть телефонный звонок 201-101, пожалуйста, представляйтесь и четко оформляйте свои вопросы. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит житель микрорайона Дружба. Как вас зовут, Вера? По улице Щерца между домом 44 и 46 существовал сквер. Сохранилась красивая решетка, дорожки выложены плиткой, большие хорошие деревья. Но, к сожалению, все пришло в упадок. Лавочки исчезли, там поселились лица неопределенной жизнедеятельности, так скажем, бабжи. И мы очень волнуемся, что рядом с 32-й школой, по сути дела, этот сквер превращается в грязное такое место. Мы очень просим администрацию города Кирова помочь нам восстановить этот сквер, так же, как мы всеми усилиями восстановили сквер Дружба напротив кинотеатра Дружба. Мы очень довольны теруправлением, центром местной активности. Помогите нам еще вот этот сквер восстановить. Еще раз подскажите, пожалуйста, между домами какими? Значит, Щерца 44, Щерца 46. Все есть. Рядом стадион школы 32. Да-да, все, понятно, что за место. Пожалуйста, помогите нам это делать. Все понятно. Хорошо. Я на самом деле просто живу в этом же районе. Это небольшой сквер напротив зеленой аптеки. И там, правда, постоянно выпивают люди непонятного вида. А сквер, на самом деле, там ничего делать не надо. Там практически все есть. Там очень хорошее озеленение. Там действительно остались вот эти вот дорожки. Единственное, что нужно сделать, это просто привести его в порядок, чтобы эти люди наконец поняли, что это место не для них, а для нормальных людей. Там можно гулять. Ну, мы поработаем, в том числе с правоохранителями, чтобы вот это безобразие вообще в принципе по городу закончилось, потому что постоянный какой-то непонятный вечный праздник у этих людей. С этим нужно серьезно поработать и закончить. Ну, мы видим, что Илья Вячеславович записал, взял в разработку этот вопрос. Следующий вопрос на очереди снова от читателей первоисточника. Напоминаю, что наши коллеги опубликуют обязательно ответы Илья Вячеславовича. Я думаю, что и на вопросы слушателей эхо тоже. Значит, вопрос следующий. После ямочного ремонта в дождь на углу Горького и Некрасова, Горького и Некрасова, асфальт рассыпается. Видно уже гравий. Скоро будет опять яма. Ну, и тут жалобы. Шабашники уедут, а нам опять машины гробить. Горького и Некрасова, это автовокзал, по-моему, нет? Да. Да? Да. Вот Горького и Некрасова, пожалуйста. Это прям угол автовокзала. Илья Вячеславович записывает. Да? Да. Вы записываете. Хорошо. Принимаем звонок от слушателя 211-101. Пожалуйста, представьтесь и коротко ваш вопрос. Алло. 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 Дослушаем вас. Представьтесь и вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Да, Андрей. Я, значит, любитель футбола. Меня интересует дальнейшая судьба стадиона трудовая резерва, отданная в хозяйственное видение, где уж пять. Что там планируется и сроки. Ну, и второй вопрос. Пожалуйста, планируется ли профессиональную команду возродить, футбольную, чтобы детишкам было к чему стремиться? К чему, Андрей? У меня вот всегда, простите, давайте мы с вами здесь вот пока что без Ливи Вячеславовича. К чему стремиться? Как возродить команду, которой нет? Можете пояснить ваше мнение? Нет профессиональных игроков высокого класса в Кировской области. Что возрождать? А почему нет? А где они? Еще, еще пока, пока есть. Если еще годика два, то не будет их уже. То есть вы уверены, что у нас есть профессионалы, которые могут побеждать на чемпионате России? Ну, зачем нам побеждать? Мы лиди же разные, Светлана. И у меня просто боль вот эта вот. Вот эта вот боль. Российский футбол представлены несколькими лидами. Я прошу прощения, я уже здесь в эфире неоднократно свое мнение высказывала по этому поводу. Возрождать невозрождаемое или вкладывать в подрастающее поколение, это разные вещи. Вот мне кажется, что дети могут ориентироваться на футбольный чемпионат, на команду России, существующую команду Бельги, команду Франции. Вот мы видим, в каком состоянии наша команда. Ты видела, как они играют? Ладно, все, закончили. Хорошо, Андрей спрашивает про стадион трудовые резервы и про возрождение профессиональной команды «Динамо», я так понимаю, да? Ну да, она у нас одна была. Ну, начнем с трудовых резервов. Значит, трудовые резервы, это совершенно верно замечено, отдано в оперативное управление детской и юношеской школе номер 5. И там сделано хорошее футбольное поле, на котором занимаются дети, подростки. Если говорить о возрождении, ну, там, понимаете, вот овраги засора в том числе и та территория, которая занята сегодня трудовыми резервами, эта территория, как я уже говорил неоднократно, это примерно 3,5 гектара земли, на которой, кроме трудовых резервов, там есть совершенно какие-то непонятные люди, занимаются каким-то разным сервисом, и мы сейчас внимательно к ним будем присматриваться в рамках муниципального контроля. Ну, в рамках муниципального контроля мы вообще сейчас ко всему городу присмотримся, кто чем занимается и платит, не платит аренду и так далее, налоги и все остальное. Вот, но если говорить конкретно об этой территории, то вообще речь идет о том, что там возможно, возможно, я обращаю внимание, что никаких решений не принято, но в любом случае это территория, которая должна быть благоустроена, как минимум, потому что сегодня она находится в таком плачевом состоянии. А это прекрасный ландшафтный такой вот образец того природного явления, овраг, где можно сделать очень много интересных вещей. Если говорить конкретно об этом участке, то много разговоров идет о том, что у нас в Центре не хватает школ. Вот это один из участков, где можно потенциально посмотреть, как можно красиво, архитектурно посадить школу. Если говорить о дальнейшей судьбе футбольной команды, то я, в принципе, наверное, соглашусь со Светланой Владимировной, потому что нужно смотреть правде в лицо. На сегодняшний день в чемпионате России, если участвовать, например, в первом дивизионе, то стоимость содержания такого клуба – это порядка 100 миллионов рублей. Это вот так. И давайте для себя решим, что лучше нам содержать – клуб в первом дивизионе или 100 миллионов потратить на развитие детского и юношеского спорта. Ну, ответ для меня лично очевиден – потратить на развитие детского и юношеского спорта, потому что у нас все спортивные школы в плачевом состоянии, и нужно просто развивать места, где можно детям заниматься спортом. – Да, у нас есть еще один вопрос от читателей первоисточника. Вот я сейчас, Вилей Вячеславович, на стол его кладу и сама тоже озвучу. Улицы Гайдара и Большего находятся в ужасном состоянии. И спрашивает, когда их отремонтируют? – Ну, вообще, по программе БКД эти улицы будут отремонтированы, вероятнее всего, в 2019 году. В этом году уже они в эту программу не попали, а на будущий год мы будем их включать, и при соблюдении всех критериев эти улицы будут отремонтированы. Это, ну, известно, андреса там в любом случае, даже если они в этом году не попали в БКД, мы планируем там провести ямочный ремонт. – У нас остается две минуты и два вопроса. Значит, вот сообщение, которое буквально сейчас поступает к нам из интернета, что сносят прямо сейчас, снесли сторожку, да, на Крине. Это такое старинное здание, в котором должны были буквально в ближайший месяц признать объектом исторического наследия, культурного наследия. Об этом пишут наши коллеги на портале Ньюслер. И это, конечно, очень печальное сообщение. То есть должны были на днях признать зданием культурного наследия, и ее снесли. Как вообще это может быть? Я так понимаю, что это областная собственность? Крин? – Крин, там много собственников, но с этой историей сейчас будем разбираться, потому что там действует часть территории под договором о расселении застроенных территорий. Точнее, другая немножко программа – освоение бывших производственных площадей. Там один из основных застройщиков – это компания Маяковская, если мне не изменит память, и компания Железная. – Это не они. На каком участке произошло вот это событие, это мы сейчас будем смотреть. Ну и, соответственно, ситуации уже принимать меры. Либо обязывать восстановить. – Да, нам сообщают коллеги, что это не Маяковская и не Железные собственники, какие-то другие коммерсанты, которые так решили эту проблему радикально. – Там несколько собственников, поэтому нужно просто сейчас внимательно посмотреть на ситуацию и принять меры либо к восстановлению, либо к исправлению ситуации. – Так, но в любом случае безнаказанно не пройдет такое расследование. – Нет, конечно, нет. – Ну, хотя, если это собственник еще не принято, то это, конечно… – Последний звонок принимаем. – Звонок принимаем. – 211-1. – Алло, добрый день. – Алло, добрый день. – Здравствуйте. – Пожалуйста, коротко представляйте себе вопрос. – Здравствуйте. Меня зовут Галина. Вот вас беспокоят жители Филейки. У нас большая просьба добавить бы еще один автобус 37-го маршрута. Его невозможно дождаться. 17-й автобус ходит через каждые 5-7 минут. 37-й автобус невозможно дождаться. Он ходит раз в час. Вот большая просьба. Добавили бы хотя бы еще одну машину, еще бы один автобус. Вот такая просьба. – Все, спасибо. – 37-й маршрут на Филейку просят добавить. – Да, добавить машину на 37-й маршрут. Илья Вячеславович записывает. Я обещаю, что мы по итогам этой программы обязательно все ответы и решения, предпринятые меры, соберем и вам озвучим. Кроме того, наши коллеги из первоисточника опубликуют все ответы администрации и решения, которые были приняты по вашим звонкам. А сейчас программа «Урбан» завершена. И мы благодарим прежде всего нашего гостя Илью Шульгина, глава администрации. – Уже постоянного. – Спасибо вам большое за это, города, за то, что прямой эфир вы ходите, напрямую связь с нашими горожанами. И вас, горожане, тоже благодарим за то, что вы активно, по делу, вежливо задаете вопросы. Так держать. Встретимся в следующей программе «Урбан». – Большое спасибо. – Через две недели. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах. 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 Урбан. Программа о городских проектах.